Деловая неделя Деловая неделя Деловая неделя Со встречами и проблемами столкнулись Многие индивидуальные предприниматели Самозанятые граждане, небольшие компании В том числе и семейные предприятия В развитие которых люди годами вкладывали Свои силы, труд, сбережения и надежды Мы обязаны их поддержать Дать им уверенность в будущем Отметил президент Согласно его поручения правительство Обязано до 5 мая разработать Новый пакет мер поддержки экономики и граждан Также правительство вместе с регионами И бизнесом должно начать подготовку Масштабного общенационального плана действия По нормализации деловой жизни Который будет распространяться на среднюю И долгосрочную перспективу Действительно, сегодня Южно-Уральский бизнес переживает не лучшие времена Несут убытки предприниматели Работающие в сфере развлечений Общепита, организаторы массовых Мероприятий и другие В связи с чем, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера В территории бизнеса разработано 9 антикризисных финансовых и нефинансовых продуктов Это льготные микрозаймы и поручительства Реструктуризация действующего портфеля И комплекс мер для стимулирования развития сервисов Доставки товаров первой необходимости Которыми уже воспользовались и магнитогорские предприниматели На связи со студией генеральный директор Фонда развития предпринимательства В Челябинской области Территория бизнеса Артур Юсупов Добрый день Добрый день Скажите, пожалуйста, кому в первую очередь полагается поддержка И как финансово можно облегчить бизнесменам ситуацию? В первую очередь, конечно, поддержка предназначается По поручению губернатора Тем отраслям, которые признаны наиболее пострадавшими В соответствии с постановлением правительства А также тем предприятиям Это тоже одно из ключевых условий Которые сохраняют рабочие места То есть не допускают всплеска безработицы в своих компаниях Таким образом, по поручению губернатора Реализовано 9, как вы сказали, антикризисных продуктов И, соответственно, мы в этой части Очень много работаем именно с предприятиями В том числе и Магнитогорска Если мы говорим в целом о той поддержке Которую уже оказали в части финансовой поддержки То на сегодняшний день 56 предприятий уже получили такую поддержку На сумму 224 миллиона рублей И это даст возможность сохранить 1250 рабочих мест Если мы говорим про Не финансовую поддержку Конечно же, у нас в постоянном режиме работает Горячая линия территории бизнеса 8800 350 24 74 И мы по ней обработали уже более 22 тысяч обращений По разным каналам коммуникаций У нас в постоянном режиме мы создали новый сайт Территория бизнеса 74.rf И там расположены все меры Региональные, федеральные, налоговые, неналоговые поддержки И все, что связано сейчас Вот такой агрегатор всех инструментов поддержки На всех уровнях, которые сейчас существуют Вот этот сайт посетило Более 30 тысяч уже уникальных посетителей Как мы его запустили Интересные меры не финансовой поддержки Людям, чей бизнес сегодня не идет в гору Предлагают переквалифицироваться в онлайн-продавцов Или работать в службе доставки Действительно, помимо финансовых мер Традиционной поддержки в нашем регионе В первом в нашей стране запустили Такие не финансовые меры поддержки Которые связаны именно с переориентацией действующих бизнесов И здесь принцип, который мы исповедуем Что предприниматель помогает предпринимателю То есть если есть бизнесы, которые на данный момент По каким-то причинам не могут работать Либо в связи с запретами, которые сейчас введены Либо в связи с какими-то там сложностями С покупательской способностью И их нужно срочно чем-то загружать Есть наоборот сейчас ряд бизнесов Которые резко выросла необходимость в том Чтобы осуществлять доставку Осуществлять логистику И усиливаться именно по этим направлениям И вот как раз на нашем сайте антикризисном Про который я говорил Есть как раз два таких раздела Один называется «Я хочу доставлять товары» Другой называется «Мне должна доставка» Соответственно, наша задача Соединить два этих направления Конечно, те, которые хотят переориентировать свой бизнес Их больше У нас уже более 100 заявок на переориентацию бизнеса Мы в том числе, например, уже из решенных кейсов 22 компаниям помогаем выстроить отношения с лентой Для того, чтобы они стали доставщиками в магазинах лента Которые в том числе и находятся в городе Магнитогорске И также, например, предприятия, которым наоборот нужна доставка Их на сегодняшний день обратилось 9 Поэтому, если вам нужна доставка Вы можете к нам обращаться Мы точно вас соединим с полом необходимых для этого партнеров И еще один блок этой работы, связанный именно с нефинансовой поддержкой Связан с тем, что мы помогаем сейчас бизнесам Очень оперативно перестраиваться в онлайн-пространстве Потому что это сейчас очень актуально Иметь свой интернет-магазин или иметь свое мобильное приложение И мы нашли таких партнеров в нашем регионе Которые делают эти услуги на сегодняшний день бесплатно То есть бесплатно разрабатывают сайты с интернет-магазином И бесплатно разрабатывают мобильные приложения Там будет только небольшая фиксированная плата Именно за их последующее уже обслуживание после разработки Вот таких заявок у нас уже 14 на интернет-магазины И 20 на мобильное приложение Мы знаем, что уже многие представители бизнеса воспользовались поддержкой Какими оказались самыми популярными? Безусловно, конечно, самая популярная мера поддержки Которая на сегодняшний день нами реализуется Это информационная То есть это и работа горячей линии Это и работа сайта Также мы делаем онлайн-мероприятия То есть у нас каждый день в территории бизнеса Проходят какие-то различные мастер-классы, вебинары И наша повестка именно на сегодняшний день тоже антикризисная Она связана с тем, как вот это время прожить Она связана с тем, как перестроить бизнес на онлайн Она связана с тем, как на удаленке работать Поэтому на сайте территории бизнеса 74.rf в разделе «Календарь мероприятий» Вы можете эти мероприятия видеть и на них регистрироваться Все это абсолютно бесплатно В части финансовой поддержки Конечно, самым популярным является наш продукт Финансовый микрозайм «Антивирус» До 3 млн. рублей, до 3 лет, ставка 1% годовых И отсрочка первого платежа по телу кредита полгода И также снижены по этому кредиту требования по залогу То есть если раньше у нас кредиты, которые в территории бизнеса Брались предпринимателями, они должны были быть полностью обеспеченными То сейчас мы снизили до 50% сумму обеспечения по данному кредиту Это наиболее популярный Это был генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области территория бизнеса Артур Юсупов Спасибо Всего доброго А мы продолжаем программу Между тем, на Магнитогорском металлургическом комбинате Намерены реализовать большую инвестиционную программу В какой степени нынешняя ситуация повлияет на сроки Ввода в эксплуатацию производственных объектов Рассказал генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев Определились с тем минимумом объектов Которые мы точно должны и обязаны в текущем периоде проводить работу И завершить По сути дела, это, наверное, только два объекта Два комплекса из нашей годовой программы Это Стан-2500 горячей прокатки Которым идет сейчас монтаж оборудования И подготовка к началу прокрутки оборудования С задачей к началу июля выйти на горячие испытания И домино-опеч номер 2 Которая также полностью находится в ремонте И там уже начата сборка металлоконструкций И также на начало июля задача вывести печь на работу Мы пока не считаем, что у нас есть достаточно оснований Для того, чтобы откладывать перенос ввода в работу остальных наших объектов Потому что все-таки мы считаем Сейчас на остальных крупных объектах идет период проектирования А проектирование это как раз то, что может успешно делаться в дистанционном режиме Потому что это компьютеры, потому что это в конце концов Видеоконференции, телефонные консультации И здесь наши подрядчики активно сейчас эту работу продолжают Правительство России утвердило правило субсидирования убытков туроператоров Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин Из резервного фонда правительства России Ростуризму уже выделено 3,5 миллиардов рублей А вот как остаться на плаву небольшим турфирмам Магнитогорска А также что делать горожанам, которые уже купили путевки Но в ближайшие месяцы вряд ли смогут поехать за границу Наш специальный репортаж Мария Сапрыкина этим летом собиралась впервые поехать за границу Обратилась в турагентство заранее Благодаря раннему бронированию билеты на руках были еще зимой Мы планировали поехать в июне с подружкой в Грузию Купили через турагентство путевку Вышло у нас около 50 тысяч Но из-за того, что непонятно, что будет в июне и в июле Турагентство тоже не может сказать ничего конкретно, когда мы поедем Несмотря на то, что до путешествия остается еще чуть больше месяца Мария волнуется Если все же уехать не получится, вернут ли им деньги? В турагентстве предлагают подождать Еще подождать, еще немножечко подождать С деньгами тоже вопрос открытый Потому что мы готовы ехать Но не знаем, как быть И они не знают, и мы не знаем Но надеемся, что все будет хорошо Сегодня все турфирмы города из-за карантина закрыты За разъяснением, что же делать туристам Которые уже купили путевки Мы обратились к президенту городской общественной организации по туризму Наталье Макаровой Лучше не отказываться А турагентство должно перенести Потому что туроператор так же и диктует И ассоциация туристическая, центральная Она тоже говорит о том, что лучше на депозит И переносить Тогда ваши денежные средства все сохранятся в полном объеме По курсу евро и доллара на день оплаты Без изменения Исключение составляет только то, что если вы берете вместо низкого сезона Высокий сезон, то разница будет до платы Например, 100 евро или 150 по новому курсу При отказе от тура пока не очень понятна схема Как это все будет действовать, говорит Наталья Макарова Частями, с удержаниями и так далее Что же касается прогнозов, когда можно будет паковать чемоданы Они тоже весьма расплывчаты Все санатории Челябинской области и Башкирии Откроются с 1 июня Где-то с 15 июня прогноз о том, что Черноморское побережье Краснодарский край и так далее Но за границей это, наверное, после июля Но никто точно не знает, я не могу прогнозировать По крайней мере так говорят Но каждый день ситуация меняется Я бы поостереглась поехать По причине, во-первых, далеко А во-вторых, там, это сами знаете Таиланд, Китай, Малайзия, Сингапур и так далее Я думаю, что сами никто не захочет так далеко поехать Но я не могу решать Я же все говорю только от себя А Европа, на мой взгляд? Европа, на мой взгляд, она будет отдыхать в этом году Почему? Мало востребовано, если только кто-то поедет кому-то в гости Или деловая поездка Почему? Потому что, во-первых, это Шенген Его не отменили Его нужно делать и докталоскопию И готовить документы и так далее Но вряд ли они захотят это делать Потому что быстренько захочется взять чемодан И поехать отдохнуть где-нибудь просто на побережье Именно турагентства принимают первый удар Им приходится балансировать между туристом и туроператором Говорит Наталья Макарова Рынок в очередной раз, как сито, будет просеян с очередным кризисом Туризм пострадает, многие уйдут с рынка, считает эксперт Туризм весьма специфическая отрасль, которая зависит от погоды, от валюты, от политики А теперь еще и от распространения коронавируса Туроператорам, возможно, будет попроще На этой неделе правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров В соответствии с правилами на субсидию могут претендовать туроператоры, которые реализовали турпродукт В составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом При этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур Включая стоимость перелета Также туроператоры могут компенсировать частичную стоимость рейсов Которыми возвращали российских туристов из стран, где были введены ограничения в связи с распространением коронавируса Так, по словам руководителя Ростуризма Зарины Дагузовой, с 17 по 30 марта российские туроператоры вернули в страну порядка 160 организованных туристов из 43 стран мира При этом, несмотря на колоссальные убытки, сегодня туроператоры продолжают работу, сохраняя персонал и предлагая туристам выгодные условия переноса туров Многие готовятся к восстановлению турпотоков и запуску новых туристических направлений по России после нормализации ситуации С учетом масштабов кризиса, субсидия не решит всех проблем рынка, но позволит туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед людьми, работниками и туристами Сегодня Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров, но туристам стоит немного подождать Возможно, летний сезон 2020 не будет испорчен Почти 32 миллиона рублей поступило от юридических и физических лиц на благотворительный счет «Мы вместе» Большая часть этих поступлений, 24 миллиона рублей, составили взносы от ПАО ММК По словам директора благотворительного фонда «Металлург» Валентина Владимирцева, на эти деньги приобретены продуктовые наборы и комплекты средств индивидуальной защиты, которые были переданы одиноким пенсионерам Валентин Владимирцев поблагодарил работников комбината, которые перечислили свои деньги на расчетный счет благотворительного фонда «Мы вместе» Индивидуальные пожертвования от сотрудников ММК составили от 10 до 200 тысяч рублей Именно для благотворителей предназначены памятные сувениры фонда «Металлург» Добавлю, что по инициативе председателя Совета директоров ПАО ММК Виктора Рашникова программа «Мы вместе» продлена до июня Перечень категорий людей, нуждающихся в помощи, расширен Кроме одиноких пенсионеров старше 65 лет, помощь получат малообеспеченные семьи с детьми и детьми-инвалидами Одиноко проживающие инвалиды третьей группы и семьи инвалидов третьей группы Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИН Субтитры создавал DimaTorzok